Привет! И вы на моем канале, и сегодня я вам покажу всю мою косметику. Начнем, давайте, с помад. Они у меня лежат в вот таком вот контейнере, сейчас буду показывать. Вот такая вот помада от Magic, она не стирается, вот такая голубая, а становится розовой. Первая моя помада. Это помады от Avon, и они у меня в трех оттенках. Такой яркий, коричневый и есть такой фиолетовый. Они, кстати, не стойкие, вот эта вот стойка не стирается, остальные можно хорошо, быстренько стереть. Бальзам для губ. Это вот такой вот цветочек, сейчас открою и покажу. Можно уважнить губки, надолго хватит. Два блеска от Virensobo, один уже почти заканчивается, а один еще полный. Они очень классные, масляные такие, им хорошо красить губы, но их надо красить только когда ты наносишь помаду потом, потому что так их будет очень плохо видно. Но если ты как раз таки не любишь яркие помады, то тебе это подойдет. Мне вот нет. Поэтому только на помаду. Следующее это вот такой тинт, бальзам для губ. Он очень классный, сейчас популярный. Вот такой вот розовенький. Мне он нравится тоже. И помады, которыми, наверное, пользуются все ваши бабушки. Сейчас покажу цвета, но они мне очень нравятся. Вот. Это мои бабушки, но она ими сейчас не красится, у нее уже новые. И вот такие вот две обычные гиенические помады, одна в виде карандаша, вот такая вот прикольная. Но она очень жирная, мне не очень нравится, я ей очень редко крашусь, им надо просто, ее надо просто приложить к губам, и она уже накрасит. А вот эта жесткая помада, ну, она не очень жирная, ею я крашусь частенько, потому что она мне нравится, увлажняет губки. Еще в этом контейнере у меня лежат вот такие вот духи, я не знаю, они от черри, по-моему, тут написано, принцесс черри, короче, такие духи, они со вкусом вишни, очень вкусно пахнут, классные прям. И тут у меня лежит вот такой вот тональный крем. Эвелин какой-то, ну, не знаю, что это за фирма, но крем тональный классный, хорошо замазывает, мне нравится. И как-то вот так это все выглядит у меня в контейнере. Продолжаем, дальше показываю. Следующее, что я вам буду показывать, это у меня остальные блески для губ и кисточки. Начну вот с такой вот кисточки от Beauty Bomb, она очень мягкая, классная и вообще прикольная, мне она нравится, и там еще типа фломчанцы для слайма. У меня есть две вот такие туши, вот эту, к сожалению, у меня сломалась. У меня просто от этой туши щеточка там где-то внутри сама, но ее можно красить в одной палочке, так что я ее оставила, если у меня вот эта тушь закончится, не будет туши, я вот этой буду краситься. А так я крашусь вот такой тушью от Эли... Эси... Не знаю, как это прочитать, короче, поняли. У меня есть еще вот такой блеск от Пэйти, он нюдовый, просто на камеру выглядит каким-то розовым. И он пахнет шоколадом, прикольный тоже. И вот такая вот подводка, она очень классная, у нее вот такая вот подводка, такая кисточка тоненькая. Вообще мне очень нравится. И я решила сложить самые длинные продукты и кисточки вот такую вот отдельную баночку. Если что, то у меня только одна такая кисточка, поэтому так. Так, следующее, что я вам покажу, это все мои палетки. Начнем с моей первой самой палетки, которая у меня была. Она ужасная уже. Тени хорошие, можно краситься. Мне она не очень нравится, но у нее сломалась крышечка, поэтому она у меня просто лежит. Я ей сейчас не крашусь, потому что у меня есть другая, но ей тоже круто красится. Я ей очень долго красилась, почти полгода, даже больше. Ну, она хорошая, в принципе. И есть у меня еще вот такие вот две щеточки. Это я пользовалась, когда у меня не было вот этой. Сейчас я ей тоже, ну, пользуюсь, но не так часто. И вот это для румянки. Ну, прикольно. У меня есть вот такой вот классный хайлайтер. Он блестящий очень. Сейчас открою и покажу. Вот такой вот. Он блестит. Вот, смотрите. Кайфовый хайлайтер. И можно вместо румян пользоваться, если ты не хочешь румяна, например, а хочешь просто блестючку. Эта палетка, она очень классная. Посмотрите, какие-то цвета. Я ей сейчас пользуюсь. Она мне очень нравится. Вот этот особенно цвет. И зеленый еще вот этот мне нравится. И желтый. Ну, и все нравятся, но больше вот этот всего. Она мне нравится. Она прикольная. Но тут уже стерлась название, поэтому не знаю, как она называется. И у меня еще вот эта палетка. Это мне подарила ее подруга. Она собиралась ее выкидывать, но я сказала нет. А дашь ее мне. Тут цвета, конечно, не очень хорошие. Просто если ты, например, берешь вот такой цвет, он у тебя на пальце выглядит еще как-то нормально. Но когда ты наносишь на глаза, тебе нужно очень много наносить. Иначе она будет каким-то светлым цветом. То есть не таким, как у тебя тут, а другим, светлым. То есть ее надо много нанести, чтобы сделать какой-нибудь прям цвет. И тут зеркаться. Оно немножко сломалось. То есть это сломалось. Ну, мне эта палетка тоже нравится. Я ее тоже крашу. Она такая маленькая. Можно взять с собой в дорогу. Румяна. Тоже бабушкины сердечком. У меня были румяна, но они сломались. Сейчас открою. Ой, то есть у меня были другие румяна, но они закончились. То есть на камеру тоже выглядят ярче, чем в жизни, но они такие вот. Их мало, но я ими крашусь. Еще вот из палетки вот этими можно накрасить румяна. И есть игрушечные тени. Сейчас покажу. Вот. Они не настоящие. Это не тени, а просто игрушка. Но тут есть зеркальце. Вот так. И у меня есть еще зажим для ресниц, чтобы ресницы длиннее оказались. Ну, и стали длиннее. Вы поняли. Ну, и как-то вот так это все выглядели. Сейчас я вам покажу просто самую лучшую мою палетку в жизни из Дубая. Мне просто она очень нравится. Мне ее тетя привозила. И, кстати, другую палетку мне тоже покупала тетя, которую я вам показывала. Она мне нравится. Вот эта палетка просто. Вот посмотрите. Она от ЭТРАКТИВИ какой-то. Не знаю, как это. Тоже прочитаю я в английском не очень. ШАРО. Ну, вы поняли. Она очень крутая. И это... Конечно, мне не очень нравится текстура этих теней, потому что они жидкие. Я, если что, жидкие тени не люблю. Ими не пользовалась. Но эта палетка просто... Цвета, посмотрите. Какие это блестки. Это так шикарно. Правда, вы видите, она уже немножечко использована. Но у меня я ее пользовалась. Сейчас я ее не пользуюсь, потому что у меня есть другая палетка. Но ей я тоже буду летом пользоваться. Потому что летом это очень красиво. Вы все поняли. И мне стрёмно это показывать. Но у меня вместо спонжа губки обычные. Вот их надо помыть. И я ими крашу тональный крем. Вы поняли. Ну и вот моя косметичка. Посмотрите. Вот. Она грязная, правда, внутри. Но это не отмывается. Такая вот красная. Удобная, маленькая. Мне нравится. И вот. Ну, в общем, ребята, это вся моя косметика. Вы видели, как у меня ее много. Если вы хотите, чтобы я сняла еще какое-нибудь другое видео. Например, СМР с косметикой. Как я крашусь и снимаю СМР. Либо я вам покажу косметику моей бабушки. Если вы хотите. У меня она есть. Тогда ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Давайте хотя бы наберем два лайка. Хотя бы. Если вы наберете, то я сниму видео. Как я делаю СМР. Когда крашусь. СМР. Всем пока-пока. И до встречи в новых видео. Всех люблю. Всех люблю.